Пожалуй, такого массового митинга, который прошел 16 августа в Бресте, не вспомнят даже старожилы. По разным оценкам, участие в нем приняли от 15 до 20 тысяч человек. Выкрикивая различные лозунги, колонна вошла на площадь Ленина и ждала диалога с мэром Александром Рогачуком. Вместе с ним к микрофону подошли начальник УВД Александр Острейко, начальник областного управления Следственного комитета Руслан Сычев и прокурор Бреста Андрей Володько. Атмосфера по понятным причинам была весьма накаленной. Горожане желали услышать четких ответов на свои вопросы. Самыми главными были два. Когда отпустят из СИЗО людей, которые были задержаны в период с 9 по 11 августа, и ответят ли за свои незаконные действия силовые структуры. Нам не надо сейчас здесь просто послушать наши требования. О своих требованиях мы говорим целую неделю. Сейчас мы требуем выполнения наших требований. Прямо сейчас мы должны выпустить людей. Я услышал ваши лозунги. Все, что в рамках моей компетенции, будет решено. Выступил на митинге и греко-католический священник, отец Игорь Кондратьев. Мы сейчас должны пойти. На газоаппарате вы обещали в тот день, что отпустите. Вы, значит, имеете влияние. Мы сейчас должны вместе с вами пойти пешком или поехать в автозаки. Можете меня арестовать. Но мы должны сегодня выпустить этих людей. Около 20.00 из СИЗО вышел первый освобожденный. Его осмотрели волонтеры-врачи на предмет телесных повреждений. Полуночь освободили 68 человек. Утром 17 августа в своем телеграм-канале Александр Рогачук написал, цитата, По информации прокуратуры Бреста, за прошедшую ночь было освобождено 178 человек, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, решением Следственного комитета освобождены два лица, подозреваемых в совершении преступления против сотрудников внутренних дел. Продолжаются проверки по заявлениям граждан. Конец цитаты. На сегодняшний день на свободу выпущены не все участники мирных протестов. О нахождении многих до сих пор ничего не известно. На улицах областного центра продолжаются и мирные акции протеста среди женщин. В будние дни они менее массовые. Ряды протестующих пополняют также и мужчины. Белая одежда и белые цветы стали для этих и тысяч других людей по всей республике символом мира и спокойствия, возвращение которого ждут все жители некогда тихой и мирной страны. Каждый из этих людей пришел со своей болью в сердце и со своим видением ситуации. Многие участвовали в митинге на площади Ленина 16 августа. Мы набрали обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении карателей. Другого слова у нас просто нет. И выпустил всех политзаключенных. И вчера собрали мы тысячу подписей. Вчера публично передали это начальнику Следственного комитета. Третье, и мы за это проголосовали за все эти пункты, что мы общегородским решением теперь наша Брестская пресса, она свободная от цензуры. Все мы вас поздравляем, я думаю, это замечательно. Мне очень горько и больно, что наших детей побили. И очень страшно. У меня просто слов нет. Кто-то из ваших родственников знаком. С моей семьи, слава богу, никто не пострадал. Но за других мне очень больно. Я свои глаза не прячу.